МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создались, как новогодний символ стал причиной проблем. Дело труба, почему барнаульцев не удивляет глобальное потепление. Надежды и перспективы, какой будет комфортная городская в Бийске в 2019-м. Дело труба, железная конструкция отапливает уличный воздух в одном из районов Барнаула. Об этом инициативные горожане сообщают в глобальной сети. Необычную находку обнаружили в лесном массиве. Адрес раздетых трупп улица Кутузова в районе здания с номером 2 – это поселок Кирова. Железные рукава проходят прямо по бору, вот только проложены не под землей, а над. Казалось бы, ничего особенного, обычное дело. Вот только конструкции, по мнению жителей, должны быть изолированы от внешней среды. Сейчас отапливают в том числе и улицу. Мастера, похоже, особенно и не торопятся зачехлять оголенные трубы. В итоге тепло в буквальном смысле уходит на ветер. Такому подарку рады разве что домашние животные и бездомные. Но хоть кому-то плюс добавляют горожане. Точно такая же находка была обнаружена по другому адресу – 6-я Нагорная. С точно такими раздетыми трубами и тоже в лесной местности. Об этом сообщает автор видео. Он обратился к коммунальщикам, где ему ответили, что ремонт запланирован в этом году во время ремонтной кампании. История номер 2. Новый год давно прошел, а атрибуты праздника остались. Ёлочки им не нравятся. Вот такую свалку лесных красавиц жители спального района наблюдают прямо из окон. И так говорят, уже около месяца за это время под ёлочками появились игрушки в виде старой мебели и бытового мусора. Адрес рядом с 14-м домом по улице Новгородской. Заодно часть мусорки захватила часть парковки. Скорее всего, это уже территория соседнего торгового центра, а не местной управляющей компании. Отсюда затянутые сроки с уборкой. Случайным прохожим такие ёлочки уже не нравятся. В такой ситуации наш эксперт-юрист Дмитрий Лебедь советует самим жителям попробовать найти авторов свалки. В данной ситуации жителям лучше всего обратиться в районную администрацию с просьбой найти и наказать виновное лицо, которое организовало данную стихийную свалку. Но так как найти как таковое лицо достаточно сложно, то жителям самим необходимо все-таки попытаться поискать таковое. Или же свидетели, которые могут, допустим, дать информацию о номере машины, который вывалил данный мусор. И уже данную информацию предоставить в администрацию. Жители Наукограда бьют рекорды по заявкам на то, чтобы их двор был включен в проект формирования комфортной городской среды. Так только в первый день месяца было подано около 70 заявок. Тему продолжат наши бийские коллеги. По динамике подачи заявок в общественную комиссию в 2019 году общее число желающих благоустроить свои дворы может существенно превысить прошлогодний показатель. В 2018 всего было принято около 130 проектов. На 11 февраля 2019 уже зарегистрировано 127 проектов по благоустройству дворовых территорий. Ожидается еще около 50. Два проекта принесены на 2019 год с прошлого. Возникает вопрос, если сумма финансирования ожидается в тех же пределах, не получится ли так, что дворов в этом году будет отремонтировано меньше? Откуда такие сомнения? Ответ кроется в одном слове – инфляция. Планируется выделение денежных средств из федерального краевого бюджета. Более 100 миллионов. На рабочей комиссии мы определились, что ориентировочно миллионов 100 мы заложим именно на ремонт дворов. На ремонт дворов, потому что понимаем, что инфляция, увеличение роста цен. Опять же, повторюсь, сметную документацию мы на сегодняшний день пока не рассматривали и не понимаем, какие суммы и какие объемы были предоставлены в заявках. Итак, спустя две недели с начала приема заявок на участие в программе «Комфортная городская среда» ясно. Конкурентная борьба за благоустройство дворов обещает быть жаркой. Ясно и то, что денег на всех желающих не хватит. За два года действия программы в Бейске было благоустроено 25% дворов от общего их количества. Напоминаю, обращение с жалобами на коммунальные службы мы по-прежнему принимаем по телефону в Барноле 722-301. По этому же номеру предлагаем звонить в случае, если вы остались недовольны работой дорожных служб. Эта тема также до сих пор актуальна. О самых значимых расскажем ровно через неделю. На этом все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова